Всем привет! Мы продолжаем наше путешествие в этом вагоне. Это Два пути. Программа о современной политической истории Украины, которая полна занимательных, простите за тавтологию, историй. Я, Тимур Олевский, и этот вагон, это купе со мной делит Олеся Яхно. Мой эксперт в этом путешествии, свидетель этих событий, политолог из Украины, с которой согласилась разделить со мной эту непростую, но ужасно интересную дорогу. Привет! Привет, Тимур! Если коротко напомнить обо всем, что было у нас во время нашего путешествия, мы начали с того, как Украина стала независимым государством и что для этого делали люди, потому что у некоторых может сложиться впечатление, что Украина стала независимым государством, потому что Кравчук подписал просто и все решилось само собой. Это не так. Смотрите наши предыдущие выпуски. Мы поговорили о... О чем мы, кстати, поговорили? Ну, во-первых, шагах Украины как независимого государства. О становлении, наверное, институции, о конкуренции политической, о связи того, что происходит на политическом уровне, на уровне общества. Ну и, собственно, что происходило в самой Украине. Вот возраст. Вышел за чаем, вернулся в купе. Не помню, о чем поговорили. А сейчас я хочу, знаешь, что вспомнить? Ну, мы много говорили об этом. Знаешь, как я узнавал, что в Украине есть гражданское общество? Как? По событиям, которые меня удивляли, реакции людей на события, вернее, меня удивляла реакция людей, как они реагировали, именно вот их яркость, их проявление, их реакции на события, которые происходили в стране, которые очень были созвучны с тем, что происходило в этот момент в России. И вдруг я видел, что люди реагируют совсем не так, как это принято в России делать. Или там не везде принято. В Москве, где я жил, не принято. Накануне Майдана, как я потом понимал, события, которые, как потом меня понимал, привели к Майдану, была такая череда народных выступлений, протестов ярких, ярчайших, которые каждый украинец помнит и знает, а в России, мне кажется, о них мало кто знает. Я хочу о них рассказать. Ну, давай, да. Ну, ты начинаешь. Поговарим, да. Давай, 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 я тебе расскажу, какие знаю я, а ты мне, кстати, расскажешь, что это за истории. Да. Первое. Свободу Павлюченко. Да, была такая история. Длиной в несколько лет. Длиной в несколько лет. Вторая история. Врадиевка. Тоже такое было. И вот после этого я, третье, что случилось со мной, я услышал, как Джамала поет гимн Украины в Москве на обои по ветке на Кличко. Эти истории сложились у меня в одну историю. Измучился Майдан. Ну, мне кажется, да, немножко больше. Я очень, точно больше. Да. Ну, это прямо, знаете, такие же, что такое свобода Павлюченков? То есть, смотри, они убили судью. Да, и обвинили, да. За них почему выступают люди? То есть, в смысле, люди хотят освободить тех, кто убил судью? Ну, люди такие, да, потому что судьи продажные. Мы надоели. Ну, и дело самого было тоже. Да, и потом я, когда уже много лет спустя, точнее, не много лет спустя, а год спустя путешествовал по Украине, Майдан начался, мне было забавно, что я свобода Павлюченком видел написанные граффити на стене во Львове украинскую мову, а в Крыму по-русски. Нормально, абсолютно. Да, языка два, а тема объединила всю страну. Да, так, кстати, часто бывает. Расскажи, что это за история. Давай по очереди. Ну, на самом деле, вот все эти истории, да, ты правильно говоришь, что вот публичность, да, вот и как реагирует общество, да, так и было, но все-таки эти истории, это стало уже следствием копившихся причин, да, вот за весь период президентства Януковича. Просто дело в том, что Янукович пришел к власти на фоне, ну, определенного, ну, как мы любим говорить, хаоса, да, такой повышенной конкурентности, а на самом деле, ну, как бы, да, вот отсутствие, наверное, возможности компромисса какого-то, да, и вот поскольку конкуренции было очень много, не всегда люди понимали, и Янукович пришел на волне стабильности, да, вот он говорил, что будет стабильность, будет там, да. Это было модное тело. Да, на тот момент, да. Фантастические истории. Да. Очень много перекликается одновременно событий, которые происходят в России и в Украине. Да, это тема. Прямо буквально одновременно, но решения, которые принимаются и выходы из этих ситуаций совершенно разные. Абсолютно. А заходы абсолютно одинаковые. А заходы, да. Да, вот просто Янукович, когда пришел к власти, он начал буквально в первый год проводить, ну, такую, там, да, восстанавливать вертикаль власти, если так можно сказать. И в какой-то момент, то есть первых два года общество не обращало на это внимания, ну, так бывает, да, что какие-то там циклы, периоды, что все как бы периодами, да, циклами определенными развивается. Янукович вернул Конституцию 96-го года, то есть он вернул президентско-парламентскую форму правления. То есть он сразу поменял Конституцию назад. Конечно, он задвинул парламент, как бы, да, ну, опять на задворке, да, он начал восстанавливать вертикаль власти, и общество как-то это спокойно к этому отнеслось, то есть реакции было мало. Он начал, как бы, да, вот восстанавливать контроль над бизнесом, ну, не он сам лично, но его, как бы, команда, да, то есть все очень централизовано. Вернулись какие-то практики там из эпохи, там, до Майдана 2004 года, я это очень хорошо помню, когда появились опять мигалки эти на дороге, когда начали кортежи эти многочисленные, не просто когда приезжают там гости иностранные, да, как это, ну, в принципе, во всем мире принято, но это не занимает там долго времени, а просто когда едет на работу, да, там, президент или, там, члены правительства, да, начали перекрывать дороги, кортежи. Это все сразу почувствовалось, да, вот на уровне, но оно как бы постепенно, оно накапливалось, но поскольку Янкович этого не чувствовал, ему казалось, что если вот он вернул Конституцию старую, и все нормально к этому относятся, если опять началось там вот этот системный контроль над бизнесом, крышевание и так далее, если никто не возмущается, то какие-то более мелкие, там, скажем, шаги, да, они тем более не будут вызывать никаких акций протеста. Удивительно. А получилось все обратно. Можно я? В России в это время, буквально в это время, как вам рассказываешь, появляется движение синей ведерки, которое началось не Сергеем Пархоменко, а, кажется, Петром Шкуматовым, но Сергей Пархоменко повесил детское ведерко синее, да, в крыше своего автомобиля, доказывая, что он имеет право так ездить, ну, сопротивляясь бегалкам. Да-да, я помню, немножко, да. А в Киеве? Ну, а в Киеве вот Янукович как раз начал это активно возвращать. И как люди сопротивлялись? Возвращать, ну... Недовольство? Конечно, конечно. Просто недовольство? Не, ну, об этом говорили, об этом писали, там, то есть это не воспринималось на ура, но дело в том, что нужно было какое-то время все равно, чтобы, ну, вот это недовольство, да, оно начало появляться по всей стране, то есть не просто где-то в отдельном городе. И вот эти события, о которых ты говорил вначале, да, вот дело Павлюченко, потом Врадиевка, они как раз и выявили, и показали, что протестность, она назревает в обществе, и то, что как бы вначале, ну, как бы, да, не получила должной реакции, там, тоже изменения Конституции, например, постепенно это вылилось, да, вот, и проявилось по этим делам. До Стали. Да, это было просто, как бы, не вопрос судьбы отдельных людей, да, там, убийство судей и обвинение, да. Ты помнишь эти дела? Да, я помню. Давай поехали, дело Павлюченко, что такое? Дело Павлюченков. Да, убили судью в подъезде его дома, насколько я помню, это был 2011 год. Отец и сын? По-моему, да, обвинили в этом отца и сына, и сам весь судебный... Город Васильков, вроде бы его отца. Да, сам, вот видишь, да. Ты, поэтому ты так следишь, да, и безразлично, да, потому что город близкий, вот, и дальше весь, вот, весь ход дела, он вызывал вопросы относительно доказательной базы, относительно того, как это все происходило, и, ну, как, насколько я помню, в 2014 году решением суда их потом освободили, да, но весь этот процесс... Он освободил буквально Майдан, да, Майдан, да, это уже было в Майданной войне. То есть, смотрите, это же важнейшая история. Есть два человека, которых подозревают в убийстве судьи. Про судью в целом, как бы ни было жалко одного конкретного человека, как про институцию в Украине, все понимают, что это когорта людей не очень честная по отношению к людям, которых они судят. Это тоже отдельный разговор. Это сто процентов. И они садятся в тюрьму, вся страна вспомнит о них годы, и их освобождает улица. Да, их освобождает улица, да. То есть, берут, берут, надевают форму и уезжают на Донбасс воевать, при том. Да, их освобождает улица, но здесь дело не только в судьях. То есть, то, что не доверяют судебной системе, это само собой и судям конкретно. Но здесь, как бы, еще уже не доверие следствию о том, что это такая, ну, когда, вот, постсоветская практика, когда можно списывать убийства на того, кому тебе выгодно. И, собственно, впоследствии вот всего этого дела, там же и было потом заявление самого Павлюченко, когда он пересказывал разговор от, там, одного из представителей правоохранительных органов, когда ему сказали, что вот ты должен взять это убийство на себя, да, мы тебе дадим, там, ну, меньше лет, если ты будешь сопротивляться, то мы вообще всех посадим, да, вот твою семью. То есть, в какой-то момент это уже прозвучало, ну, ближе к, там, 14-му году, такое заявление. Поэтому здесь это было не просто против, там, судей, а именно против следствия и органов, да, которые могут вообще на кого угодно, да, списать убийства, когда им это выгодно. И потом же это, кстати, повторилось во Врадиевке, потому что одно дело, это Николаевская область, одно дело, ну, как бы, само преступление, мы знаем, что это было групповое изнасилование, но тут дело было не просто в самом факте, да, этого преступления, а в том, что это покрывалось самой милицией. Смотри, противка вызывает у меня возвышенное чувство не тем, что произошло в отношении этой несчастной девочки, а в отношении того, как себя повели люди. Мне это очень нравится, как они себя повели, хотя это, конечно, ну, это просто народный бунт в чистом виде. Абсолютно, потому что это было в нескольких городах. То есть, как я себе это, как, если бы я пересказывал человеку, который не знает, что такое Врадиевка, я сильно утрирую, я сказал бы, да, на юге, где сейчас, или не сейчас, неважно, где российские оккупанты попытались захватить территорию, не понимая, видимо, с кем они имеют дело, в какой-то момент, когда менты не хотели выдавать своих, их просто окружили и нахрен сожгли. Да, да, да. А как это было просто, чтобы вы понимали, просто в смысле вы не отдадите ментов насильников, ну, тогда у вас просто сожжем к хренам собачьим. Как это было, теперь расскажи подробно, не так, как я рассказала. Протест вызвала, ну, не просто сам факт, это понятно, что ужасно, да, вот вся эта история, а то, что именно покрывала эта полиция, да, покрывала этих представителей, да, которые совершили это преступление, и это вызвало, ну, вот именно массовые протесты, сам факт того, что покрывается это преступление, да, то есть там изнасилование, ну, и дальше то, что пытались это все скрыть и обвинить, ну, собственно, не того, кто совершил изнасилование, а саму пострадавшую сторону. И дальше это приобрело, именно сам этот факт приобрел массовый контекст, и акции протеста проходили не только на уровне Николаевской области, само место, а акции протеста проходили в нескольких городах Украины, и это действительно имело очень громкий резонанс, и именно с точки зрения беспредела и вседозволенности правоохранительной системы. Есть два момента. Люди, которые жили в Украине, не говорили, что сама виновата, а пошли разбираться. Никогда. Люди, кстати, у нас никогда не говорят, что кто-то сам виноват. Абсолютно. Это просто важный момент. Да, это очень важно. А второй момент. То есть уже в тот момент, когда полицейские пытались скрывать... Да, скрыть просто, да. А что говорили в отношении ментов в тот момент? Что про них говорил город, города? Какое это было ощущение? Какой момент? Потому что я объясню, я сейчас объясню, почему. Потому что в России происходили похожие события, абсолютно. Я сейчас... Ты закончишь, я расскажу, с чем мне это... А что это мне это напоминает? Ну, это две большие разницы, кстати, как вот в России, в Украине. Это абсолютно. Ну, смотри, примерно в то же время, когда была в Радиевке, судили людей из приморских партизан. И это все происходило на Дальнем Востоке. Эти истории странным образом для меня перекликаются. Хотя там не дело об изнасиловании, а дело о том, что простые пацаны, пацаны только не из падика, а из села, видят, что полицейские, тогда милиционеры, выращивают коноплю прямо у них во дворе, их села, на околице. И эту коноплю продают детям в этом же селе. Они без всяких возвышенностей в голове, и не цитируя Пушкина, просто идут и сжигают это поле. А когда с ментами начинается заруба, вы наше поле сожгли, мы вас в тюрьму посадим, менты хотят посадить людей, которые сожгли конопляное поле, чтобы было понятно. Вещество, запрещенное оборотом на территории России, оборот, которым запрещен на территории Российской Федерации был в тот момент. Ну, они просто идут, начинают убивать. Начинают убивать этих самых милиционеров, и потом всех, кто попадает с под руку. Но главный момент заключается в том, что на Дальнем Востоке многие люди им помогают, не выдают. Потом, когда их сажают, говорят, их называют партизанами. То есть они становятся в некотором смысле людьми, которые, ну, как минимум понимают, которых как минимум понимают, я не говорю про то, а может быть даже и сочувствуют. Ну и дальше. Ну, здесь разница, понимаешь, Россия, она большая, и, условно говоря, на 100 километров порядка, ну, так называемого порядка, я имею в виду контроль о вертикали, да, там километр или 10 километров хаоса, ну, или там, да, ну, какой-то проблемы, они не имеют продолжения на уровне всей страны. Нет. Это очень сложно связать. А в Украине вот так как бы складывается, да, Украина, конечно, не маленькая страна, да, по размерам это не Россия, но все равно это достаточно крупная страна. В Украине, как правило, если действительно происходит какое-то резонансное событие, то оно тут же имеет продолжение, да, по всей стране и вот эту связность. И вот то, что ты сказал в деле Павлюченков, когда было на украинском языке написано, там, во Львове или в Киеве, а на русском языке в Крыму, да, вот это как бы один из примеров того, что любая вот действительно резонансная ситуация, она не, ну, она не локализована, да, она не ограничивается регионом, это тут же имеет продолжение на уровне всей страны. Это говорит о том, что вот эти горизонтальные связи все-таки, они достаточно быстро восстанавливаются или включаются, когда вся страна чувствует определенную опасность. То есть Врадимка произошла в тот момент, ну, и дело Павлюченков, когда уже в обществе, да, вот, ну, вот было это ощущение, что через правоохранительные органы, да, вот Янукович, там, его узкий круг, ну, скажем, там, соратников, если так можно сказать, они через вот правоохранительные органы пытаются, да, вот полностью контролировать все сферы в жизни, все сферы жизни страны. И ты, получается, можешь бизнес там крышевать, преступления покрывать, да, ты можешь там еще какую-то другую вседозволенность. То есть это возникла, вот такая массовая, да, вот реакция, она возникла на фоне уже этой тенденции, когда власть не чувствует, что монополизация власти в Украине никогда ничем хорошим не заканчивается. Президент получает право назначать правительство, ну, то есть фактически полный контроль. И это проходит без всякой реакции, да, это создало ложную иллюзию, что можно дальше, да, вот это все под себя подгребать. А оказалось, что нет, это как бы копилось, и поскольку это дошло, там, может, простые граждане, там, ну, как бы, конституция для них далеко, но когда это касается твоего бизнеса, когда правоохранительные органы начинают крышевать там все сферы, это доходит до преступления, которое покрывается, это вот, да, вот, ну, получилось, что вот это стало какой-то точкой, которая обратный отсчет начала для режима Януковича. Когда бинты охреневают, в общем, короче. Нет, ну да, да, это же им весь этот... Это, кстати, привело к тому, что реформа полиции была такой успешной, быстрой, сложной, потом там много ее критиковали, но она была не совершенно... не могла не случиться. Когда полицейские становятся не частью общества, а противопоставляют себя обществу, защищая власть, то есть они не защищают людей, а защищают от людей. В Украине это сразу красная тряпка, когда джжжжж, эти люди нам не нужны. Ну, потому что это проявляется на уровне, там, не просто, там, милиция, да, тогда это была милиция, а не полиция, а там, следствие, а даже на уровне, там, ГАИ, например, да, ну, вот эти перекрывания дороги, там, дорог, останавливать штрафы, там, еще что-то. Ну, я лично там соприкасалась тоже. Расскажи, расскажи, скажи, чтобы почувствовать это. Да, у меня был прецедент, когда приехал кто-то, Медведев, кстати, по-моему, смотри, да, почему-то все перекрыли, мост перекрыли, перекрывали дороги там, где даже запрещали парковаться, там, где можно парковаться, просто потому, что кто-то приехал. Непонятно зачем. Я тогда жила между несколькими городами, и я приехала в Киев, и я, как бы, вот этот контраст после избрания, после Ющенко избрания Януковича, ну, очень почувствовала хорошо, даже на таком бытовом уровне, просто как гражданин Украины, как житель Киева, да. Что город вдруг становится без тебя. Я почувствовала, да, что как-то, да, мы должны там не парковаться, тут не останавливаться, тут просто перекрывают на полдня дорогу, тут пол Киева, тоже невозможно проехать. И вот это все, как бы, что государство работает не на граждан, да, на себя, на тех, кто при власти, оно действительно начинало, ну, как бы, да, вот, вызревать. Мы сейчас должны быть чуть назад, смотри, вот это стало вызревать в году в 11-м? Да, где-то в 11-м, ну, больше в 12-м, но начиная с 11-го постепенно. А примерно в это же время начались протесты футбольных фанатов против Януковича, по всей стране, если я не ошибаюсь. Постепенно, да, это возникало на уровне футбольных фанатов, потому что, надо еще сказать, что в период Януковича были дела против Тимошенко. И я хотел как раз, начни, то есть до этого ведь много чего он себе позволил, и все проглотили. Абсолютно, так вот это же и была иллюзия. Кого он посадил? Просто, давай, Янукович становится президентом, и он начинает расправляться с оппонентами, на секундочку, на глазах у всей страны. Кто сел? Вот, с одной стороны, ему посоветовали правильно, ну, как правильно, правильно, не с точки зрения страны, а с точки зрения, да, вот, если Янукович хотел монополизировать власть, ему предложили самые сложные, как бы, шаги делать на старте. Да, ну, отмена Конституции, пока народ еще, там, да, вот, не въехал до конца. Ну, как бы, сменяемость. Он еще не понял, что такое власть Януковича. Да, вот, потому что обычно, когда приходит президент, любой, да, ему авансом, ну, как бы, дают возможность... Да, еще нет антирейтинга. Да, еще нет антирейтинга. И он начал сажать, он посадил Луценко. Да, и он на старте, да, вот он отменил Конституцию, это раз. А Конституция, кстати, почему я так на этом акцентирую внимание, потому что это всегда было маркером, ну, то есть, вот, в 2004 году мы знаем, что Майдан закончился тем, что сократили полномочия президента, вернулся Янукович, он обратно вернул. Видимо, у него был еще комплекс Майдана с того момента, да, когда его не избрали в 2004 году, а он же хотел стать президентом с полномочиями большими, вот. У него, наверное, какой-то комплекс был, да, что вот надо взять, вернуться в ту ситуацию, надо отменить Конституцию, наверное. Не опереться на парламент. Абсолютно, да. То есть, вот, быть, как бы, с полными полномочиями. Своей партией в парламенте через нее управлять? Ну, ты можешь ее иметь, не иметь, если ты сам определяешься. Если ты сам один человек, потому что сейчас не так. Парламент просто там очень важно, кто заходит в парламент, как люди между собой. Вот. Он посадил Тимошенко, Юлию Тимошенко и Луценко. Юрий Луценко, кто был в тот момент, когда, до того, как его посадили? Да, он был министром, в какой-то момент внутренних дел при Ющенко. Посадили Луценко, посадили Тимошенко. Очевидно, что это были, ну, все-таки политические дела, при том, что, ну, там, допустим, к Юлии Тимошенко были вопросы относительно, там, того же газового договора. Но это все-таки касалось, ну, как бы, больше политической ответственности, наверное. А Янукович ее посадил, ну, явно, да, он посадил ее по политическим мотивам. Где-то тут появится ссылка, наверное. Да, да. Вот. А Луценко, ну, он тоже посадил, очевидно, завышено, ну, даже если какие-то были вопросы, все-таки то, как это велось дело, и, ну, это было завышено, это воспринималось как политика. Как расправа. Да, ну, вот он решил так, с оппонентами, да, на старте поступить. А знаешь, я думаю, из чего получилось это ощущение? Потому что так, с другими людьми в подобной ситуации так жестко не поступали. Поэтому чрезмерность эта выглядела как устранение конкурента политического. Ну, абсолютно. Ведь даже тот же Ющенко, когда он стал президентом, он мог кого-то, ну, как бы, да, на волне Майдана, да, наверное, на волне-то даже востребованности в обществе, чтобы кого-то посадили, да, Ющенко не стал это делать. И он показал, что смена власти, несмотря на Майдан, на все вот эти процессы, она может быть цивилизованной. И более того, конкурентность дальше, ведь Янукович потом участвовал в выборах, он был премьер-министром до того, как стал президентом, что конкурентность, ну, как бы, честная, да, это основа, ну, как бы, да, какого-то цивилизованного, наверное, формата политической системы. Ющенко никого не посадил, и вот когда вернулся Янукович, и он, получается, какие-то до Майданной времена, ну, я говорю, это, наверное, у него в голове еще, да, вот такой психологический был комплекс, что надо непременно вернуться в то время, ну, вот это чувство проигрыша, да, такого облома, наверное, в 2004 году, когда физически большой и крупный Янукович, да, он хотел получить власть, а это не вышло, да, и, ну, наверное, да, он в том числе и поэтому. И посадил конкурентов, но дальше, ну, вот этот аванс, который дает, как правило, украинское общество на старте, закрывая глаза на какие-то шаги в первый год президентства, дальше, если общество не видит, да, вот позитивов для себя, дальше это все начинает работать в обратную сторону. А у Януковича этого не поняли, да, они подумали, что если, как бы, все общество восприняло такие, ну, какие-то политические, там, шаги против оппонентов, усиление власти, то можно и дальше делать то, что хочешь. А это не так, да. Это надо понять людям, которые не были в Киеве и не жили в Украине. Например, в других городах, российских бывали. Вот у вас сидит человек в тюрьме. Он был премьер-министром, его считают политическим узником. Там некоторая часть людей, не самая, кстати, крупная, некоторым говорят, ну, и по делам она сидит. У вас есть столица, у вас есть суд, в котором судили этого человека, и у вас годами у входа в суд стоит палаточный лагерь, сквозь который проходят судьи на работу и видят, что они посадили Юлию Тимошенко несправедливо, и их, этих людей, никто не смеет тронуть. Опиши это. Да, но это особенность Украины с самого начала. Это не, ну, как бы с 90-х годов. То есть просто сторонники Юлии Тимошенко разбили палаточный лагерь у суда, где ее судили, и там остались. Да, там остались. И, ну, в Украине вообще опыт, как бы, протестов по самым разным вопросам. Мы же видим, что это не только политика, да, это было и много экономики. Можно выйти по вопросу, который, да, ты не понимаешь, не принимаешь, можно выйти на акцию протеста. Это как бы особенность украинской, ну, наверное, устройства общества, политическая система, очень быстрая мобильная реакция общества. И это... В 2014 году, когда Майдан только начинался, еще не было понятно, что это будет кровавая история, но уже было очень много митингов. И, знаешь, я ловил себя на мыслях, если ходить освещать каждый митинг, то можно не успеть пообедать вообще. В течение нескольких дней. Слишком много в разных... Как будто 17-й год. Там пошли меньшевики, тут пошли большевики. Сюда сходил, сюда сходил. Короче, в следующий раз уже пропустил. Но это, кстати, еще и потому, что есть свобода слова. Потому что, действительно, в Украине же нет государственных телеканалов. И на уровне СМИ какое-то событие, оно всегда имело продолжение, и оно всегда освещалось в СМИ. Это тоже очень важно. Это важно еще понимать, что в Украине любое региональное СМИ мгновенно становится общегосударственным, если там что-то выходит. То есть, если в Николаеве вышла информация о чем-то, о Врадиевке, то лаг между появлением статьи и перепечаткой везде примерно полгода. Абсолютно. Ну, плюс интернет еще. Да, ну, конечно. Невозможно ничего скрыть. Люди следят за городами вот этого, конечно. Да, есть интернет, ничего невозможно скрыть. Да, это было предшагом до Евромайдана. Вот следующие, да. Вот они привели к тем, да. И получается, что к Майдану мы приходим на трех... Ну, Автомайдан еще, да, я хотела сказать. А что, расскажи про Автомайдан отдельно. Отчасти это было еще и в 2004 году. Просто это не было так организовано именно в Автомайдан. Но когда проезжали, например, машины возле Центральной избирательной комиссии в знак протеста против нечестного подсчета голосов, они начинали массово там сигналить, да, например. Там уже в Майдан, в Майдан 13-14 года это было, ну, как организовано все-таки. Там был момент, когда подвозили то, что необходимо для строительства Майдана, останавливали своими автомобилями колонны силовиков. Ну, и дальше, что еще? Ну, просто устроили баррикады из автомобилей. Да, да, ну вот все, что ты перечислил. То есть просто в какой-то момент это превратилось просто... У нас есть мы кусок железа, этим куском железа мы будем делать все, что только можно им сделать. Да, просто важно, что это было по всей Украине тоже. Это не было в каком-то одном городе. То есть этот, ну, как бы процесс, да, он получил сразу мгновенное распространение по всем городам Украины. Это тоже просто вот когда есть периоды такой быстрой мобилизации или отдельный групп общества, да, вот в виде проявления, например, Автомайдана, да. Это всегда говорит о том, что почва, собственно, для, ну, вот созревания этого протеста, потому что что-то идет не так, она есть. Сейчас за тебя расскажу. Что-то шло не так, но вот я нукович этого не чувствовал. Расскажу историю. Что-то идет не так. После победы Майдана, после победы революции гидности был момент, когда люди все поехали открывать Межигорье. Да, я знаю, я тоже съездила. Ты съездила туда, все увидели белого коня в натуральную величину в усадьбе в резиденции Януковича. И мы когда ехали обратно оттуда, мне очень хотелось поскорее привезти материал в редакцию, слить его и первым рассказать там, не первым, вторым, не важно, рассказать о том, что происходит в Межигорье. А я там насмотрелся на золотые батоны, на коллекцию автомобилей Януковича, который уже взял под охрану правой секции. Мы возвращались обратно, и как раз встретились с ребятами из Автомайдана. Я говорю, я опаздываю, мне так надо быстрее попасть в редакцию. Водитель говорит, ну хорошо, поедем по встречной. Нас тут же остановили, когда мы поехали по встречной, вытащили из машины. И когда били, говорили следующее, мне очень понравились эти слова. Они говорили, мы воевали тут за то, чтобы жить по-европейски. Так давайте жить по-европейски прямо сейчас. Мы поняли, давайте по-европейски. То есть люди помнили. Люди поняли, за что. Они это проговорили. Это очень важный момент был. В Украине, да. Несмотря на то, что мы были... Это бы стыдно было очень. Потом встали в общую очередь, приехали через 6 часов в Киев. Но вот есть как бы опыт даже мобилизации не всегда по политическим темам, но просто я хочу показать, насколько действительно украинское общество в какие-то моменты горизонтально очень быстро самоорганизовывается. Я помню, это, кажется, был 2012 год. А зима была, ну такая очень странная, весна точнее. Это был март. Но вдруг выпал снег. Ну это был рекорд. Вообще превышал там все нормы. Невозможно было, да, никогда ехать. И вот это просто как опыт самоорганизации. Вот эти клубы, там, специальные авто со специальными машинами, с очень высокими, да, вот этими колесами. Внедорожники вот такие. Да, то есть они реально... Ну их никто не просил. Они просто сами сорганизовались вплоть до того, что они там растаскивали транспорт общественный. Они действительно очень помогли коллапс. То есть на самом деле это удивительная история. Государство как власть всегда слабое. Ну слабее, да, чем общество. А государство как люди всегда есть. Да, всегда. И всегда есть, люди всегда формируют себя в общность, которую они понимают, что вот это государство, это они. Абсолютно. Чувствуют себя в своих границах. Это же всегда и речь шла о том, что на вызовы, которые существуют, да, вот даже война потом, волонтеры, я имею в виду, да, вот добровольческие батальоны, что общество очень быстро сорганизовывается, и что есть проблема того, чтобы и политики сорганизовывались на своем уровне на упреждение. что общество очень, ну, как бы чувствует, да, есть проблема, все, люди выходят. А политики должны, ну, как бы на уровне... Мы же для того вас выбирали, чтобы выходили раньше, чем мы. Да, до того, да. Это главная претензия обычно к политикам. Почему мы понимаем, а вы нет. Но это всегда проявляется. Да, важный момент. Ты вот рассказала про эти машины, про эту организацию. Ну, это просто было, да, очень необычно. А я вспомнил историю, что в России в эти годы люди тоже самоорганизовывались. И это был на моей памяти в крупных городах, по крайней мере, первый пример такой повальнист самоорганизации, желание показать, что мы можем вместе в солидарности, как я это называл тогда. Я вспоминаю, когда были тогда события в Крымске, затопило в Краснодарском крае целое село. Там погибли люди. Мой знакомый, знакомый очень многих людей, которые нас смотрят, Митя Олешковский, создатель потом благотворительного фонда. Он начинал с того, что собрал людей, которые привозили гуманитарную помощь на Воробьевы горы. Оттуда другие люди загружали это фуры, третьи люди оплачивали эти фуры и гуманитарную помощь отправляли в Крымск. А потом, когда пришел Путин обратно в 2012 году, он эту солидарность разметал и уничтожил, видимо, поняв, что она для него представляет угрозу. Люди могут сами обойтись во многих вещах. И появилось все примерно таким... Это работало так. Мы вам сделаем самый удобный город, мы быстрее всех уберем мусор, мы каждую ямку по первому звонку закроем асфальтом, только позвоните, только не делайте ничего сами. Если вы сами пытаетесь, мы будем за это наказывать. Ну, конечно, любую опытано организации может быть по любому вопросу. Да, конечно, да. Если это работает, то это можно потом и по любым другим темам. Это да, они это очень хорошо прочувствовали. И мы таким образом понимаем, что мы пришли через череду народных самоорганизационных таких вот моментов знаковых. Их, наверное, больше было. Не, их было очень много. Просто я как бы из разных сфер, политика, не политика, но вот так вот. Но вот Врадиевка, дело Павлюченко, потому что оно было растянуто как бы во времени. Да, это началось в 11-м, закончилось в 14-м. Врадиевка это как бы одномоментно сразу вызвало, ну вот, такой резонанс по всей стране. И это действительно было переломом. А чем находилась Врадиевка? Ну, их потом... Ну, это все равно уже было поздно. Все-таки потом в этих... Ну, признали вину, да, вот этих милицейских, да, которые совершили это преступление. Там, я не знаю, или их посадили, или их уволили. Ну, то есть было, да, наказание, но это уже, ну, как бы никого особо не волновало, потому что сам факт, да, того, что покрывали это преступление, хотели его скрыть. И если бы не было резонанса, резонанса общества, то его бы наверняка скрыли, это преступление. Ну, это имело значение. То есть дальше уже... Это просто не сняло все равно того протеста, этого напряжения, которое было... Маркерная вещь. То есть милиция не с народом. Вот в этот момент становится это понятно. Конечно. Так стало понятно, что они будут и в других случаях, и они и так и действуют, например, если это касается бизнеса, отъема бизнеса, крышевания, построения схемы по всей стране, это наверняка уже было на тот момент, поэтому, ну, как бы, да, вот покрывание еще и преступления, да, стало поводом таким, чтобы проявить недовольство в целом. Ты говорила несколько раз сейчас про крышевание бизнеса. Саша стоматолог. Конечно. Почему он стоматолог? Это сын Януковича Александра. Янукович, он там фамилия тоже. Почему он стоматолог? И что значит, Саша стоматолог крышует бизнес? В какой-то момент даже внутри окружения Януковича начался процесс оттеснения даже внутри, ну, как бы, окружения, да, то есть оттеснения там части людей и замыкание, да, вот всей системы исключительно на уровень, там, несколько человек, да, вот там, прям там, это может быть 5-10 человек, и один из них, это был как раз старший сын, да, который, вот, который получил, да, вот, кличку Саша стоматолог. Вот стоматолог, потому что учился где-то? Ну, я думаю, да. А, в какой-то техникуле, да, стоматолог? Да, Саша стоматолог, но, видимо, да, вот какую-то топорность того, что, ну, я думаю, появилось это, ну, как бы, прозвище, как топорность того, что люди занимаются не тем, чем они должны заниматься. А, в этом смысле, то есть от подчеркивания то, что... Конечно, собственно, да, вот как пришел, да, в ту сферу, где ты не понимаешь, но ты пытаешься, да, вот все взять просто контроль. Они прямо отбирали бизнес? Ну, они не отбирали его напрямую, но они требовали, да, там, какой-то процент, собственно, да, получается, то есть ты должен столько-то, да, То есть это удивление, я думаю, в России было все то же самое значительно раньше, когда Путин только пришел, но насколько в Украине в этом смысле всегда все на виду? Ну, это невозможно стало, потому что возникла и конкуренция, и недовольство внутри самой команды. И я считаю, что во многом это впоследствии тоже спровоцировало Майдан, поскольку началась внутренняя конкуренция за то, кто будет вести будущие президентские выборы в 2015 году. Часть команды считала, что ее все больше оттесняют, да, и там остается какая-то узкая группа, которая, если будут выборы в 2015 году, она будет контролировать все ресурсы, да, там деньги, бабло, там, влияние, да, и уже начался вот этот процесс внутренней конкуренции, когда одна группа хотела подставить другую группу. И я считаю, что это тоже была одна из причин, которая спровоцировала на начальной стадии Майдан, но когда люди не понимали, они думали, что они настолько все контролируют в этой стране, что можно спровоцировать, да, какую-то ситуацию, когда можно подставить одну группу, предложить свой вариант разрешения ситуации, и что это никак не связано вообще с обществом, с тем, что происходит на уровне страны. Это оторванность. Да, а это, то есть, получается, и одни, и вторые были оторваны. А тут надо же сказать, давай назовем фамилии одних и вторых, это будет задел на следующую нашу большую какую-нибудь договору. Левочкин. Тут как бы надо... Несколько фамилий. Никто до конца, да, не знает, есть Левочкин, Левочкин, Клюев. Как его зовут Левочкин? Да, Левочкин, Сергей Левочкин. Сергей Левочкин, это в тот момент, по-моему, руководитель администрации президента Явлаковича, Клюев. И был Андрей Клюев, который на тот момент был главой СНБУ. Совет национальной обороны и безопасности. Безопасности и обороны, да, его заместитель Чехович. Вот два человека, про которых говорили, что они были, среди прочего, одним из, одной из причин того, что случилось в Майдане. Я не знаю, кому принадлежало, потому что одни обвиняют одну сторону, а другие обвиняют другую сторону, ну что инициатор был, да, ровно. Но как бы получается, что вот внутри обе, ну вот эти группы, их может быть было больше, там, три группы, четыре, они были неадекватными, потому что та группа, которая все контролировала, там Саша стоматолог, Захарченко туда входил тоже. Министр внутренних дел, условно говоря, да, молодой, ну это как бы молодой, но с мышлением не молодым, так можно сказать. Дед, молодой дед. Абсолютно, да, то есть они как бы думали, что они все контролируют, что вообще все возможно. А другая группа, которая хотела, ну как бы вернуть, да, вот, или этому противостояла, они думали, что это все можно на уровне интриг каких-то, да, подстав двусторонних, и что это никак не касается вообще государства, общества, да, что это возможно сделать. Но в любом случае конфликт из-за узурпации власти начал происходить. Абсолютно. А Янукович уже, мне кажется... Он и в обществе недовольный узурпацией власти было, и часть команды Януковича была недовольна узурпацией власти. Да, а Янукович уже такой стал держи морда на этот момент, да, вот там проснуться, прыгать по пенькам до обеда, да, потом приехать в администрацию, а тут циничное, да, вокруг окружение, которое там делит ресурсы, которые оценивают, да, собственно, масштабами собственной выгоды, собственного влияния, ну и где-то там страна уже, да, то есть вот эта потеря немножко, мне кажется, да, вот, ну не немножко, а связности со страной, она уже происходила. А возвращаясь к этим группам, да, вот был Левочкин и Клюев, ну как две фигуры такие базовые. Тут, правда, есть разные версии, кто придумал инициативу разогнать студенческий Майдан, именно, чтобы подставить как бы, ну то есть, что я хочу сказать, что был большой процесс, связанный с ассоциацией ЕС, там, с отношениями Россия, Украина, Европа, это большая история. Была история еще и внутренняя, да, вот эта интриганская, когда понимали, что будут акции протеста в любом случае, даже хотя бы из-за того, что, ну так не бывает, чтобы сама команда Януковича готовила, они же готовили этот текст соглашения, да, они как бы пытались отобрать голоса у тех, кто на тот момент был оппозицией, это Яценюк, это Кличко, это другие политики, они пытались вот этот евро как бы, да, вот избирателя забрать себе, и они готовили же это соглашение. Потом получается, через несколько месяцев они выходят и говорят, это плохое соглашение, оно невыгодно и нам экономически, ну так вы же сами его писали, вы мобилизовали под эту страну, никто-то же писал, вы согласовывались с европейскими, потом они выходят, говорят, нет, это плохо, ну как-то это странно выглядит, да, взять всех под это, мобилизовать, а потом, да, потом взять и выглядеть, ну, неадекватами с любой точки зрения, и внешней, и внутренней. И была такая версия, что понимая, что будут акции протеста, надо сделать контролируемый Майдан, студенческий, то есть привести там какое-то количество студентов, вот они, ну как бы весь этот пар общественный, да, недовольство, они проявят, и дальше они разойдутся. И может быть, так и было бы, кстати, потому что политиков на начальной стадии Майдана не было, как мы знаем, да, были действительно студенты, и в какой-то момент, когда студенты уже собирались расходиться, милиция, да, вот, Захарченко зачем-то применили к ним силу. Зверски избили, я ушел в этот момент с площади, и все ушли. Все ушли, потому что никто не ждал. Все разошлись, обреченно понимая, что больше ничего не будет. Здесь, я думаю, мы сделаем остановочку и глотнем чайку. Да. Спасибо. Олеся Яхно, два пути, мы будем продолжать нашу поездку прямо сразу после того, как вы послушаете эту. Через несколько секунд вы просто раз нажмете кнопочку, если в режиме реального выхода программу будете смотреть, то, наверное, через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok